Здравствуйте! В эфире специально в субботу передача телеканала CBC. Сегодня с вами в прямом эфире Теймур Атаев. И хотелось бы отметить, что мы будем рассматривать отдельные вопросы, которые интересовали и азербайджанское общество, и мировое сообщество в преломлении к Южному Кавказу на этой неделе. Действительно, как мы очень часто отмечаем, сейчас каждая неделя насыщена, особенно в преломлении к нашему региону. Но мы посмотрим рассмотреть несколько шире происходящее. Попробуем затронуть различные аспекты, а именно остановимся на телефонном звонке Энтони Блинкина, госсекретаря США, Ирхаму Алиеву, главе нашего государства. Рассмотрим отдельные нюансы вокруг открывшегося в Дубае климатического саммита. И затронем, если останется время, такой вопрос, как 30-минутное почти ожидание президента Германии на трапе самолета во время его официального визита в Катар. С нами сегодня Намик Алиев, чрезвычайный полномочный посол, доктор юридических наук, профессор. Здравствуйте, Намик Малим. Рауф Раджабов, руководитель аналитической группы Third View. И мы рады видеть вас в нашем эфире, Рауф Малим. Намик Малим, давайте начнем беседу все же с телефонного звонка. Начало недели было, очень интересный такой был звонок, после всякого рода антиазербайджанских высказываний, ряда официальных лиц Соединенных Штатов. Что происходит вообще? Что происходило и что вы видите? Ну, прежде всего, явное стремление коллективного Запада оторвать Армению от России. Вывести ее из-под влияния России и определить новые векторы в ее политике. Поэтому я, например, в самом начале всей этой истории наблюдал за ней с точки зрения, вот именно с этой точки зрения, именно с точки зрения того, что это больше про Армению, чем про Азербайджан. Понятно, что Запад прекрасно понимает, что сегодня без Азербайджана присутствие ни одного государства на Южном Кавказе не будет успешным. Потому что без сотрудничества с Азербайджаном, без учета интересов Азербайджана, ни одно государство, в принципе, успешную политику на Южном Кавказе провести не сможет. Это очевидно. И поэтому с самого начала очень много вопросов вызвало именно ситуация с обсуждением в Соединенных Штатах при участии Брайана. И это обсуждение вызвало совершенно непонимание того, что происходит. Почему вдруг ни с того ни с сего такой резкий поворот в отношениях, такой резкий поворот в политике. И это явно выбивалось из того, что происходило до этого. И диссонансом звучало, и было совершенно непонятно, что произошло. Вот этот выпад, собственно говоря, был, с одной стороны, последней точкой, может быть, доказывающей стремление Запада выслужиться перед Арменией для того, чтобы привлечь ее к себе. С другой стороны, это была последняя точка в определенном давлении на Баку, таком откровенном давлении на Баку для того, чтобы его сделать более покладистым и в переговорном процессе, в мирном переговорном процессе и в решении других политических интересов на Южном Кавказе. Поэтому с самого начала я, в принципе, понимал, что это больше про Армению, чем про Азербайджан. И вот дальнейшие события, они, собственно говоря, подтвердили это, потому что резкая, жесткая реакция Баку на произошедшее, она, конечно, заставила сделать несколько шагов назад для того, чтобы восстановить ситуацию. Но я думаю, что сегодня, даже после того звонка, известного нам звонка Блинкина и, в общем-то, некоторых заявлений в этом роде, я думаю, что осадок останется и Баку будет делать определенные выводы из сложившейся ситуации и действовать будет в соответствии, опять-таки, в соответствии со своими интересами, в интересах продвижения своей политики. Как раз вот то, что вы отмечаете по поводу, что, в принципе, так внешне это было, возможно, неожиданно, с точки зрения того, что как-то противоречило тем взаимоотношениям, тому, что говорилось, во всяком случае, вот мы даже отмечали в одной из передач нашего телеканала, что вот тем поздравительным телеграммам, причем мы прекрасно знаем, что со стороны американской администрации ничего просто так не бывает. И то, что вот они, когда поздравлял за подписью Джозефа Байдена, Ильхама Алиева с Новрусбайрамы, с Днем Независимости, то, что там было расписано, абсолютно не соответствовало тому, что вдруг произошло. Рауф Малим, не просматривается ли здесь еще такой вот тонкий момент, что ведь эти высказывания антиазербайджанского толка, они принадлежали как бы устам лиц не первых, а где-то, скажем, клерков, чиновников, администрации, но, во всяком случае, не тех лиц, которых мы слышали до этого. То есть, как бы люфт своего рода был, там, просмотреть, там, реакцию и так далее. Но ведь не могли же американцы не понимать, что здесь можно просчитаться, потому что вот такой жесткий ответ, на что я обратил внимание, на Амик Малим от Баку, возможно, они не ожидали. Да, в принципе, я с вами согласен с Амик Малимом, но это видимая часть. Но ведь Джеймс Убрайан является помощником госсекретаря. То есть, не второстепенная личность. Дело в том, что медный договор между Азербайджаном и Арменией – это видимая часть. Но американцам, европейцам нужен инструмент влияния на механизм принятия внутриполитических и внешнеполитических решений. Но этого инструмента у Запада нет. Естественно, что единственным инструментом, каковым мог бы быть в их руках, – это договор Азербайджана с Арменией. Понятно, что Армения, подписав Азербайджаном договор, практически делегировала бы все будущие шаги по формированию региональной безопасности Азербайджана и Турции. Армения не в том состоянии, чтобы сегодня генерировать и реализовывать те или иные какие-то мега-региональные проекты. Ну, к примеру, возьмем Зангизусский коридор. Азербайджан уже решил эту проблему через Араский коридор. Но американцам, европейцам нужно участие Армении. Всеми неправдами, потому что они понимают, что этот коридор Азербайджану нужен два. Но ведь когда Баку буквально протягивал руку помощи, начиная с ноября 2020 года официальному Еревану, что включайтесь, тем более трехстороннее соглашение, включайтесь, подходите к коммуникационным, транспортным, различного рода проектам. Вы же будете становиться реально независимым государством. То есть, в принципе, это было в их руках. Вот об этом разговоре. Там было одно, что это был российский договор, подписанный с Азербайджаном и Арменией. Было заявлено Армении, чтобы она не участвовала в этом трехстороннем формате. Сегодня стоит также вопрос. Или Армения будет участвовать в этом проекте в Зангизусском. Но это не Зангизусский, это более глобальный мегапроект, выходом на Европу через Мармарай. Но для этого надо реализовать два вопроса. Решить вопросы с Азербайджаном и после с Турцией. Но на нас давили именно для того, чтобы надавить на Турцию. Чтобы Турция открыла безапелляционную границу с Арменией. Возьмите заявление сегодняшнее, когда Армения построила в Марагде КПП, готовая с Турцией. Но никто не спрашивает, а Турция урегулировала свои взаимоотношения, чтобы открыть КПП с Арменией. То есть все делалось для того, чтобы открыть границу с Турцией, не предпринимая шагов по Азербайджану и Турции. Но этот план не удался. И поэтому О'Брайен, тот, который и говорил те нелицеприятные слова, он и приедет в Баку. То есть получилась жива формула. Кто нам мешает, тот нам не поможет. И поэтому это важно, что О'Брайен приедет в Баку и будет говорить совершенно другие вещи. А мы его послушаем. Ну то есть, во всяком случае, получается, что, как и последние годы, независимая политика Азербайджана, позиция главы государства, когда интересы страны являются основой для принятия любого из внешнеполитических решений, она, как обычно, сыграла и лишний раз показала все же уровень, авторитет и резко возросший рейтинг Азербайджана. Ну, в связи вот с этим антиазербайджанскими, скажем, демарсами или высказываниями, хотелось бы посмотреть, как бы это парадоксально и не звучало, на Микмайлим, на ситуацию с климатическим саммитом. Ну, во-первых, надо отметить, что президент Азербайджана принял участие в официальном мероприятии, при открытии, церемонии открытия, очень интересная экспозиция, очень интересная представлена Азербайджан, это можно, кто так стенд говорит и так далее, но в любом случае показан Азербайджан, его роль именно с точки зрения зеленой энергетики, с точки зрения строительства умных городов и сел, то есть фактически изменение климата, здесь показана безопасность, скажем, ну, как обеспечить экологию, то есть безопасность людей прежде всего. И вот в этом плане как раз то, как представлен Азербайджан, это очень интересно, очень интересно, тем более речь идет фактически о том, что освобожденные от оккупации территории, которые за 30 лет превратились в ничто, просто ноль, они поднимаются из руин за счет новейших технологий, нового слова, и с точки зрения, как уже отмечается, и тот же восточно-зангизурский регион, и Карабахский, и Нахчеван, это уже зеленые зоны практически будут. Вот в этом контексте вот такой вопрос, опять-таки, вот антиазербайджанская риторика, ведь за ней абсолютно не видно успехи Азербайджана в том смысле, что не преподносят их своему обществу и лидеры этих мировых государств. Не кажется ли вам, что здесь идет вот сознательная работа, чтобы продолжать преподносить Азербайджан с негативной точки зрения, хотя Азербайджан на сегодня является примером, как можно строить совершенно новые города, целые регионы, ведь работает новый международный аэропорт, строится инфраструктура из ничего, опять-таки, с нуля, школы, переселяются люди, вынужденные покинуть эти территории. Вы знаете, вот здесь как раз ситуация именно в том-то и заключается, что вот эта антиазербайджанская риторика, она, собственно говоря, как бумеранг, она сама же разрушает политику коллективного Запада, скажем, в отношении Южного Кавказа, она сама же приводит их к провалу. Ведь посмотрите, Брюссельскую площадку разрушил Макрон, Вашингтонскую Брайан. То есть здесь это очевидно. В результате чего? В результате антиазербайджанской риторики, в результате той политики, которая фактически была направлена, как бы, скажем так, в поддержку армянской стороны. То есть однозначно было доказано, что эти посредники, они занимают предвзятую одну сторону, интересы одной стороны, преследуют и защищают интересы одной стороны. А это означает, что посредниками они просто быть не могут. И разрушив эти площадки, они вынудили Азербайджан искать другие варианты. И Азербайджан предложил Тбилиси или непосредственно встретиться где-то на границе, для того, чтобы решать свои вопросы самим двум странам. Но самое главное, Армения, так скажем, не подписывается фактически ни на какую из площадок. Ну да, но тем не менее сегодня у меня создается, откровенно говоря, такое впечатление, что несмотря на то, что происходит, несмотря на изменившуюся обстановку, несмотря на то, что мир поменялся, поменялся Южный Кавказ, ситуация на Южном Кавказе совсем другая. Вот те, кто ведет эту антиазербайджанскую политику и использует для этого антиазербайджанскую риторику, они как бы применяют старые лекала для новой ситуации. Они не учитывают то, что произошло. Они не учитывают, что Азербайджан уже другой. Они не учитывают то, о чем вы говорили, как на этом климатическом саммите Азербайджан представляет себя и показывает то, что сделано за эти годы. Несмотря на 30-летнюю оккупацию наших территорий, сегодня освободив их, мы строим новые города, новые села на совсем другом уровне. На том уровне, может быть, на котором еще не достигли этого уровня наши другие, может быть, регионы. Но эти регионы, отстраивая заново, мы уже строим их на будущее. Мы строим их совсем по другим принципам, на других основах и с учетом именно интересов мирового сообщества. Мы делаем там зеленую зону, умные города, умные села. И мы используем там альтернативные источники энергии. Это то, о чем сегодня говорит весь мир. То, из-за чего, собственно говоря, и собрался этот саммит. И вот в этой ситуации защищать интересы страны, которая является агрессорным оккупантом, которая загнала себя сама в тупик и которая сегодня экономически не представляет никакого интереса ни для кого. И речь идет просто о реализации каких-то политических амбиций для того, чтобы досадить России. В этой ситуации наезжать на Азербайджан и использовать вот эти приемы для того, чтобы либо воздействовать на его политику, либо сорвать мирный процесс для того, чтобы здесь было неспокойно, для того, чтобы здесь реваншистские устремления Армении делали этот регион нестабильным. И используя эту нестабильность, реализовывать свои интересы, достигать своих интересов в этом регионе, оказывать какое-то определенное влияние на регион, это по меньшей мере аморально и безнравственно. И это, к сожалению, имеет место. Вот это печальный, скажем, факт, печальная ситуация, в принципе, которая не в лучшем виде, не с лучшей стороны раскрывает нам интересы Запада и сам Запад. Ну, во всяком случае, нам не привыкать вот к этой однобокости, к этим пресловутым двойным, тройным и так далее стандартам. Уже сколько времени мы живем вот в таком окружении, и все равно, как вы отметили, никакое давление, никакие наезды геополитические, они не влияют на политику официального Баку, речь идет о том, что несмотря ни на какой... И шантаж, можно тоже сказать, и там прямые угрозы, движется страна вперед. И вот, кстати, вот это вот участие Азербайджана на таком высоком уровне в Дубае, свидетельство этого. Рауф Малим, ну такой вопрос, а вот не связываете ли вы вот эту ситуацию с тем, что Азербайджан на сегодня резко вырос в авторитете международном? И, естественно, это происходит после 2020 года особенно, и с той точки зрения, что по всем позициям фактически, будем говорить внешнеполитического формата, Азербайджан уверенно, именно уверенно, движется вперед. И, как мы сейчас видим, здесь дело уже далеко не только в наличии энергоресурсов, не только в наличии меморандума между Евросоюзом и Баку. Вы правы, я с вами согласен. Дело в том, что если брать этот глобальный климатический саммит, и наши шаги, и брать минные поля, и брать всю эту проблематику вместе, интересно получается ситуация. Наши глобальные выбросы, скажем так, составляют 0,15%. С одной стороны, это не так большая цифра. Но, с другой стороны, это не означает, что у нас нет мощной нефтехимической промышленности. Но, следовательно, это говорит о том, что это небольшой процент. Что Азербайджан усиливает свои предприятия мощности именно современными технологиями, которые и нейтрализуют выбросы в атмосферу. Это первый момент. Второй момент. Это не говорит о том, что мы не усиливаем нашу экономическую активность. А наоборот, Азербайджан усиливает экономическую активность, но за счет возобновляемых источников энергии. Вот это очень важно. Кстати, ничего не делают, кстати говоря, многие западные страны. Сегодня Шойц заявил о том... Там, как всегда, больше разговоров. Да, сегодня Шойц, канцлер ПРГ, заявил о том, что именно развитые страны несут прямую ответственность за ситуацию с климатом в глобальном масштабе. Правильно говорить, Шойц. Но что делает «семерка», который несет ответственность? Буквально на последнем саммите обсуждали все. Азербайджан-армянское регулирование, где будет подписываться договор, какие пункты должны быть внесены в договор, участие Армении в Зангизуевском коридоре и так далее, и так далее. То есть получается, что интересная картина. С одной стороны, Европа, США берут для себя ответственность, что они несут ответственность за это выбросы. Но с другой стороны, они хотят перебросить ответственность на поставщиков энергоресурсов, нефти и газа, в том числе и нас. А что делает Азербайджан? Создает солнечные электростанции, увязал наши гидроэлектростанции, ушли мы от мазута, а связали с природным газом, будут строиться витринные станции, солнечные станции с тем же Маздаром, а это Абдино-Арабские Эмираты, мощная компания, которая уже построила в Карадаге на 230 мегаватт, но будут построены еще на 1000 мегаватт. То есть будут витринные с канадскими, с австралийскими, британскими компаниями. То есть Азербайджан, в принципе, решает проблему глобального масштаба на территории Азербайджана. Что касается освобожденной территории, вы уже подметили, что там вообще будет нулевая нуклеизация. Полное отсутствие каких-то выбросов в атмосферу. Но что мы имеем? Семерка не давит на Армению по минным полям. Но минные поля, карты есть. Да даже по картам, сколько в лет не предоставляются карты. Да, полтора миллиона мин установлено на азербайджанских землях. Почему бы Семерки не заставить, в прямом смысле, потому что другого уже не скажешь, не заставить Армению выдасти эти самые карты? Пашинян в 21-м году, буквально два года назад, сам признавался, что карты-то, которые нам дали, правы на 25%. То есть выходит, что Армения сознательно создает условия для подрывов, для гибели азербайджанцев, для гибели наших женщин, детей, наших братьев. Это уже не просто провокация, а это нацеленная политика. Это, кстати говоря, исходит из цели реваншизма. А почему армянская армия вооружается? Это снова-таки ответственность. Поэтому в данном случае, вы знаете, мы можем говорить, но главное, что мы еще и действуем. И в данном случае, мне кажется, Армения, уже остается у нее мало времени сделать верный шаг. Она цунцванге, но при том, что она цаит ночь. Но цунцванг опасен тем, что любой ход будет вести к ее поражению. Следующий ход, конечно. И это факт. Ну вот здесь опять, Намик Майли, мы подходим к такому вопросу, что насколько все же сегодня роль личности в истории важна. Вернее, это вопрос, который волновал все человечество всегда. И много веков назад, и 100 лет назад, и 50 лет назад. И вот политика Азербайджана, политика Турции, политика лидеров государств Центральной Азии показывает, насколько в последние годы именно в этих регионах происходят серьезнейшие изменения, особенно в свете общей такой геополитической турбулентности. И вот эта роль лидерства, она проявилась и в том, насколько Азербайджан смог достичь исторической справедливости на основе международного права. И мы видим роль Азербайджана и как лидера движения неприсоединения. Роль Азербайджана мы видим сейчас в спеке. То есть фактически и становится одним из лидеров общего региона Центральная Азия и Южный Кавказ. Опять-таки мы подходим к тому, что вот это, наверное, беспокоит, мягко говоря, вот эти внешние силы, что идет независимое развитие Азербайджана, опять-таки и Турции. Но тут что происходит? Вот мы говорили, что будем рассматривать один из вопросов сегодня. Это визит президента Германии Франка Вальтера Штайнмайера, официальный визит в Катар. И когда он около получаса вынужден был провести на трапе самолета в ожидании одного из официальных лиц Катара, который должен был его встретить. Ну, сейчас пишут, что там он прилетел чуть раньше, ну, на полчаса же и так далее. То есть вопрос в чем? Что уровень лидера Германии? То есть фактически сложно представить, чтобы это могло бы иметь место там лет 20 назад, 10 назад, а может быть и года два назад. То есть эта вот ситуация в мире, то же самое, вот как изгоняли фактически Макрона из Африки. Ведь это происходит у нас на глазах, мы свидетельствуем вот этого исторического этапа. Насколько уровень политического лидерства в мире вообще упал. И вот эта Германия, которая занимает, так сказать, в лице министра иностранных дел резко антиазербайджанскую позицию, или исламофобия, которая буквально сегодня получает совершенно новые ростки в очередной раз, новую волну. И вот результат, что мы видим на сегодня. Вы знаете, успех любой политики, он зависит от ее последовательности. И когда тот или иной политик строит свою деятельность, свою политику и соображение его последовательности, стремится быть последовательным в своих делах, он опирается всегда на нормы международного права. Он опирается на то, что принято во всем мире. Ведь нормы международного права – это нормы, которые выработаны человечеством, выработаны мировым сообществом, для того, чтобы все государства ему следовали. Следовали для чего? Следовали для того, чтобы в мире был мир, в мире было взаимопонимание, в мире было спокойствие, государства ладили между собой и могли строить свои отношения таким образом, чтобы не доходило до нарушения общих принципов международного права. То есть не нарушался равноправие государства, не нарушался принцип применения силы или угрозы силой, не нарушался принцип территориальной целостности, не нарушался принцип вмешательства во внутренние дела государства. И когда политик строит свою политику, свою деятельность на этой основе, тогда приходит успех. Тот успех, который пришел сегодня к Азербайджану, к президенту Ильхаму Алиеву, который на протяжении всей своей деятельности говорил о том, что мы строим со всеми государственными отношениями на равной основе, на основе международного права. Мы не дружим с кем-то против кого-то, против третьего государства. Мы всегда строим отношения с конкретным государством и строим эти отношения на основе принципов международного права. Вот эта деятельность, она и приносит успех. И нам удалось освободить свои территории, нам удалось достичь известных всем успехов в экономике. И сегодня, собственно говоря, то, что происходит на климатическом саммите, является свидетельством успехов Азербайджана. А что же мы видим в отношениях с другими государствами? Антиазербайджанская риторика, необъективная оценка того, что происходит. Вот, например, я вам скажу, что сегодня, ну, это уже мнение, которое существует в дипломатическом корпусе. Дипломаты, которые, допустим, аккредитованы здесь, они считают, что, и то, что они сообщают, пишут, что в центрах у них считают, что это влияние азербайджанской пропаганды на них. Потому что они пишут реальные вещи, то, что есть на самом деле, в центрах их воспринимают, как лиц, попавших под влияние азербайджанской пропаганды, допустим. А то, что пишется из Армении, воспринимается как истина последней инстанции, которую даже не надо проверять, не надо сомневаться в этом. И это тут же перекладывается в риторику западных политиков. И то, что звучит в отношении Армении, вот это их позиция по поддержке Армении. И вот то, что мы имеем в результате деятельности Европарламента, Совета Европы, те акты, которые они принимают, совершенно непонятные и не основанные на реальной действительности. Все это свидетельствует об определенной азербайджанофобии, о стремлении подходить к событиям, к реальности, не из того, что на самом деле имеет место, а исходя из того, как звучит армянская риторика. Все это перекладывается в уста тех или иных политиков, озвучивается с точки зрения их интересов. С одной стороны, якобы, привлечение Армении на свою сону и стремление оторвать ее от России. С другой стороны, стремление не потерять свое какое-то влияние, которое они имеют еще до сих пор на Южном Кавказе. Вот это все приводит к чему? Это приводит в конечном итоге к потере авторитета того или иного политического деятеля. Потому что если политический деятель сначала говорит одно, а потом вынужден прийти и говорить совершенно другое, и ты видишь противоречие в его словах. Да сам себя дозовываешь. Да, с другой стороны, ты смотришь на этого политического деятеля, ты понимаешь, что то, что он говорит, не соответствует совершенно реальным фактам, тому, что происходит в реальной действительности. То, естественно, никакого уважения этот политический деятель, авторитета он не будет иметь. Ведь сегодня средства массовой информации, они такие, что когда политический деятель что-то говорит, граждане его же страны просто заходят в интернет и читают совершенно другие вещи. Они видят совершенно другие факты, они видят совершенно другую реальность. Эти люди имеют возможность ездить по тем или иным странам. И в частности, то, что в Азербайджан приезжает такое количество и общественных деятелей, и политических деятелей, которые направляются в освобожденные регионы, которые знакомятся с той ситуацией, которая там была. После этого они слышат, видят, читают, наблюдают то, что происходит в нашей стране. Они видят факты и видят и слышат то, что делают и говорят политические деятели его страны. Будут они его уважать в этом случае? Абсолютно. Никакого уважения и никакого авторитета эти политические деятели, лидеры себе не приобретают. Они в лучшем случае их будут просто не уважать. В худшем случае кто-то будет искать там и коррупционную составляющую. Поэтому об этом надо думать тем политическим деятелям, которые ведут себя подобным образом. Ну, вы раскрываете эту ситуацию. Мы подходим к ней, скажем, геополитической точки зрения, с аналитической. Вы немножко и философскую сторону раскрыли. То есть, скажем, мысли социально-философскую, мысли людей, мысли населения, мысли граждан той страны, лицом которой ты являешься. И вот действительно ведь у нас усилилось вот это движение в Азербайджан. Фактически сейчас уже спокойно все приезжают. Ну, те, кто желающий, во всяком случае, они посещают нашу территорию. Они видят, имеют в виду, освобожденная от оккупации, которая строится. Причем неимоверными темпами. Вообще вот это тоже фактически, ведь новое слово, на основе новейших технологий. Причем только собственный бюджет работает. Никакой помощи из этих, хотя сейчас модно стало представлять, что вот мы помогаем с минной проблемой. Ну, где мы же этого не видим? Нет, ну, просто элементарная логика. Армения разрушила 20% азербайджанской территории. Азербайджан сегодня восстанавливает эти территории. Азербайджан сегодня возвращает туда людей. Восстанавливает жизнь. Спасает беженцев, вынужденных переселенцев от тех тягостных условий, в которых они жили. И что происходит? То, что мы слышим, это совершенно не отражающие реальной действительности заявления, риторика, документы, которые принимают европейские структуры. И ты начинаешь удивляться, как это может быть вообще. Мы уже отметили уже и коррупционную составляющую. Поэтому сегодня очень многие, я вам скажу, что очень многие и политические деятели, и государственные деятели на Западе, они не поддерживают ту риторику и те, допустим, акты, которые принимаются. Причем это работает на разрушение не только имиджа, но и самих государственных устоев, тех структур, которые принимают подобные акты. Конечно, конечно. Тем более Азербайджан сейчас виден и как государство-лидер, и как государство, которое возглавляет и движение неприсоединения, и принимает у себя Азербайджан мощнейшие форумы, где выступают ответственные лица. И везде президент Азербайджан буквально проводит ликбез. То есть здесь и история, и сегодняшний день, и будущее. Рауф Малим уже как раз и к вам такой завершающий вопрос в плане президента Германии и Катара. Опять-таки возвращаемся к факту, который демонстрирует совершенно новый уровень взаимоотношений вообще в мире. Отношений к странам, считающих себя лидерами Европы. То есть мы видим отношения к Эммануэлю Макрону. Мы вот сейчас видим отношения, это же фактически к официальному Берлину. То есть настолько вот эти государства своей, ну, как вы говорите, некомпетентной политикой к тем или именно регионам вот вызывают такой эффект отрицательный для них. Наш президент-победитель, наш великолепно командующий, господин Илхам Алиев, бывал неоднократно и бывает в арабском мире. Как его встречают, мы все знаем, мы все видим на самом высочайшем уровне. Но это исходит из внутренней политики главы государства. Если взять ситуацию с исламофобией в Федеративной Республике Германия. После полуторачасового переговора с Эмиром Каттера, Штанмайера, Эмир не вышел на пресс-конференцию, на итоговую. И я расцениваю это так, что Эмир Каттера не может быть доволен состоянием дел братьев-мусульман. Я имею в виду не организацию братьев-мусульман, а мусульман соседней, скажем, Германии, которая хочет быть посредником в Израиле в политическом конфликте. Но если ты хочешь взять на себя такую миссию, ты должен продемонстрировать ту модель, как ты построил взаимоотношения граждан немецкой национальности, христиан и мусульманской общины. А там ситуация очень аховая. Около 50 мечетей были подверглись атаке радикалов. Классические демократические, так скажем, партии проигрывают альтернативы для Германии, АДГ. То есть Германия правеет. Она становится более националистической, более нетерпимой к мусульманам. Там мусульман... Тут еще, Раф Малин, ведь важный вопрос в том, что вот когда говорится там мусульмане или мигранты, очень многие воспринимают это, что это о сегодняшнем дне идет разговор. А ведь эти люди, они живут в третьем-четвертом поколении. То есть это граждане Германии. Возьмите турков. Они живут там уже лет 50-60-70, потому что эти граждане Федеративной Европы Германии, они на самом деле уже третье-четвертом поколении, как вы правильно заметили, граждане Германии. Но проблема в том, что они хотят их ассимиляции, а не интеграции в германское общество. Ассимиляция и интеграция – это разнонаправленные политики. И в данном случае это не мультикультуральное общество, о чем говорила еще в свое время, в 2011 году, Ангела Меркель, что политика мультикультурализма в Германии потерпела поражение. Провалилась. Да, она о Европе говорила даже в целом. В том числе. И Кемерон подтвердил, тоже поддохнул, что и в Британии она тоже проиграна. То есть в данном случае я имею в виду, что вы подняли очень важный вопрос. Как будто бы это формальный вопрос встречи. Да, но это не формальный вопрос получасовых опозданий. Это продемонстрировала катарская сторона, что нужно уважать мусульманский мир, мусульман своей страны. Нужно уважительно относиться ко всем. Ну, возьмите даже наш пример – азербайджан-армянского регулирования. Ведь Германия участвовала тоже в этом сценарии, американо-европейском сценарии по продавленному своего варианта мирного договора. Но не получилось. Поэтому я думаю, что все-таки мы демонстрируем мультикультуральное общество, я имею в виду, азербайджан. И это говорит о том, что мы демонстрируем модель взаимоотношений между людьми по линии человек-человек, конфессии, религии, классы, категории, люди и правительства. То есть в данном случае у нас по линии человека и человека-правительства мы демонстрируем ту самую цивилизованную модель, как нужно жить сообща. Вот этот момент как раз нам к мали, что у меня сейчас мысль проходит. Вот вы говорите, сегодня говоришь одно, завтра ты говоришь другое. Как это воспринимается у тебя в обществе, когда дезавуируешь сам себя? Вот сейчас опять вспоминается по той же Германии, когда канцлер Шольц как раз перед визитом президента Азербайджана в Германию, вдруг пост антиазербайджанский на его официальной странице. Через сутки этот пост убирается. Ну, можно ли это представить в период Гермута Коля, например, допустим? Ну, вот как это может быть, что у канцлера на официальной страничке убирается в течение суток пост? О чем это говорит? То же самое, вот как разговор не о том, что это именно там полчаса 25, минут или там она полчаса, речь о принципе. Вот фактически, как лидеры своих государств, а ведь и Франция, и Германия, они позиционируют себя лидерами Европы, историческими. У них уже общий учебник истории, у них как бы общие ценности и так далее. И вдруг мы видим вот такое отношение. Это действительно, к сожалению, к сожалению, это то, что мы наблюдаем, как идет деградация и самой политической системы, и международной системы, да и ценностей. Потому что сами же люди, как мы с вами неоднократно отмечали уже, и вы за счет своего опыта всегда отмечали, что те государства, те лидеры, которые обязаны соблюдать международное право, и показывают в этом пример, они показывают пример того, как можно это международное право нарушать. А только в тех случаях, если это у них выгода какая-то, то тогда, да, как говорит президент Азербайджана, и за 28 минут там резолюцию могут решаться, а 28 лет нет. Ну, в принципе, вот мы как отмечали, думаю, что смогли рассмотреть, в общем-то, эти вопросы, которые озвучили в начале, они на первый взгляд не стыкуются. Да, в действительности очень большая связка, и мы видим, насколько все сейчас взаимосвязано. Как раз и завершить хотелось, наверное, бы передачу вот той ноты, которую вот вы отметили в конце, а вы говорили, наверное, в начале. Вот роль Азербайджана, скажем, подчеркиваете, дипломатия, пример военности, экономика. Это сейчас уже, что Азербайджан далеко не только позиционируется с точки зрения энергоресурсов, а и как зеленое государство, которое идет в этом направлении, свидетельство чего вот эта экспозиция в Дубае. И вы еще привели вот сейчас пример мультикультурализма. То есть фактически вот эти направления, они показывают, что появляются какие-то новые центры силы, что и вызывает, ну, мы называем это геополитической ревностью, непринятием того, что вот Центральная Азия, Азербайджан, Турция, вот эта линия, она работает и работает уже в том, уже не только в этом ареале, а работает значительно шире, с учетом того, что кто входит в состав движения, не присоединение элементарно. А если браться организации экономического сотрудничества, там уже и Афганистан, и вот наши эксперты из Центральной Азии уже и говорят, что вот эта линия, тот же средний коридор, это начинается здесь, а выходит и в ту часть Азии, где Азербайджану принадлежит, безусловно, особая роль. Ну, на этом мы заканчиваем сегодня нашу передачу. Напоминаем, что с нами были намек Алиев, чрезвычайный полномочный посол, доктор юридических наук, профессор Рауф Раджанов, руководитель аналитического центра Ферд Вью. Оставайтесь в CBC, следите за нашими программами, будьте в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание.